Всех приветствую на канале Tetra Games. Я вам представляю топ-парад, топ-10 самых популярных, самых востребованных, самых просматриваемых видеоигр на моем канале за 2018 год. Прямо сейчас поставьте это видео на паузу и напишите свой топ-3. Как вы считаете, какие игры могли попасть на моем канале в тройку лидеров? Будет интересно проверить в конце видоса. Давайте посмотрим, что же было самым популярным, что было самым интересным для вас и, конечно же, для меня в уходящем году. Итак, топ-10. Погнали! Открывает топ-10 игра Farlawn Sails. Игра очень зашла, зрителям очень понравилась сюжетка, концовка игры. Игра рассказывает о путешествии человечка, а не большого, красного, на паровой машине, а также на парусах. Игра представляет из себя очень красочную, интересную головоломку, в то же самое время платформенную адвенчуру. В общем, стоящая штукица. Посмотрите, если вдруг еще не видели ее. 9 место занимает Bermuda Lost Survival. Игруха достаточно красочная. Подводный мир просто невероятен. Наверное, он может сравниться по красоте своей только с Абнаутикой. Наверху же мы строим базу на одном достаточно стабильном плоту. Однако, все это еще пока что альфа-версия. Я надеюсь, что впоследствии игру гораздо круче разобьют. Тем более, разработчики уже обещали в будущем приятный большой патч. Что ж, вполне заслуженное место в нашем топ-параде. 8 место Трейнвэлли 2. Стратегия, в которой нам нужно будет перевозить грузики из одного места в другое. Это не столько экономическая стратегия, сколько скорее тайм-менеджмент. Простая графика, доступная практически для любых слабых и средних компьютеров. И тем не менее, геймплей очень-очень увлекает. Ребята, если опять-таки не смотрели, обязательно загляните на моем каналчике, посмотрите на геймплей и попробуйте сами. На 7 месте уместилась игра машинки. Ее многие очень ждали, в том числе, конечно же, и я. Прекрасная графика, интересный геймплей, абсолютно нестандартный подход к экономической системе развития стратегии. Тем более, такой стратегии, как транспортная стратегия, которых, в принципе, не так много наблюдается на горизонте игровой индустрии. В общем, штука зашла и вам, и мне. Отличное 7 место. Фростпанк. Это, наверное, лучший городостроительный симулятор 2018 года. Симулятор выживания небольшого города в условиях глобального похолодания, тотального апокалипсиса, который ставит перед игроком выбор, сложный выбор между моралью и выживанием. Аутентичное, стильное, своеобразное. Достойно вашего внимания. Far Light Explorer. Прекрасный симулятор строительства различных цепочек, добычи ресурсов, переработки. Все это происходит абсолютно в трехмерном режиме. Пока после Факторио вышла только эта игра, ничего более крутого в этом жанре просто нет. Да, конечно, скоро выйдет Satisfactory и она затмит все эти игры разом. Но, тем не менее, пока что это достойный кандидат на то, чтобы рассматривать игру такого жанра. Если вам нравится строить производственные цепочки, перерабатывать в автоматическом режиме одни ресурсы в другие, строить из этого какие-то объекты, то это как раз то, что вам нужно. Dead by Daylight Dead by Daylight занимает четвертое место. Игра, прежде всего, это асимметричный хоррор, в котором команда выживших играет против одного убийцы. Правила предельно просты. Игроки должны завести пять генераторов и убежать через ворота. Игра на канале была популярна благодаря регулярным стримам и поддержке Дискорда аудитории. Третье, почетное бронзовое место, занимает игра Universum. Просмотры показали, что игруху очень любят, она интересна. Это симулятор бога. Мы должны будем управлять целой цивилизацией, помогать ей развиваться, а также защищать от погодных условий и диких животных. Разработчики постоянно развивают игру, и конца и края этому нету. Одна эпоха сменяет за другой. Что же будет дальше? Надеюсь, что игру скоро выпустят в релиз. Второе место. Серебро. Ну, конечно же, конечно же, Transport Fever. Игра, которая понравилась очень многому. Большую серию, на которую я снял целый сезон, и которую еще буду продолжать обязательно снимать. Игруха классная, зачетная. На данный момент я считаю, что она топовая. Самая лучшая в этом жанре. Суть игры свозится к перевозке пассажиров и грузов. Мы не можем управлять напрямую городами или пассажирами, но у нас есть целый арсенал транспортных средств, прокладывать линии пассажирских поездов или грузовых. Автобусов, самолетов, пароходов, теплоходов, всего чего угодно. Игруха на данный момент, я считаю, самая топовая. Но, как вы знаете, есть идеальный претендент на то, чтобы занять самое топовое первое золотое место. Сейчас вы узнаете, кто это. Ну, конечно, друзья мои, Stationers, первое место. Это игра, благодаря которой в начале этого года на канале был существенный бурт подписчиков, огромный скачок просмотров. Именно благодаря этой игре многие узнали о моем канале. Я обязательно буду еще что-нибудь по ней снимать. Наверняка будут какие-то гайды и наверняка будут стримы. Я пока не планирую делать это часто, но тем не менее. В сумме по просмотрам всех роликов за этот год цифры достигают больше 100 тысяч просмотров. Представляете, друзья? Это, конечно, невероятно. Просто ощущать, что игруха настолько интересна. И, более того, я, конечно же, должен вас поблагодарить за интерес к моему каналу, за подписки, за лайки под видосами по этой игре. Stationers это, безусловно, наверное, лучший, наиболее сложный и продуманный технический симулятор строительства космических баз. И, наверное, не только баз. В последствии, уже в ближайшем будущем, видимо, и каких-то кораблей, космолетов. Было много сыграно различных простых летсплеев. Были стримы, невероятное количество гайдов. И, конечно же, я знаю, что очень многие ждут продолжения и продолжения выпусков по этой игре. И хочется сделать небольшое такое благодарственное обращение, потому что я сейчас пересматриваю видосы по стационерам. Качество видеозвука по ним на начальных этапах год назад существенно отличалось. Ребят, спасибо за терпение, за то, что вы внимали информацию, даже несмотря на то, что звук и, возможно, видео не всегда были идеальными. Спасибо вам за терпение, спасибо за лайки и просмотры. Эта игруха топовая на моем канале номер один за 2018 год. Это лидер. Что ж, всем огромное спасибо за просмотр. Если вы не согласны с позициями в моем топ-10, напишите об этом в комментариях. Ну и заодно напишите, угадали ли вы кого-то из топ-3 или нет. Будет интересно. Всем спасибо за просмотр, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok